Беларусь примет вторые европейские игры. Новость, которая пришла из штаб-квартиры НОК нашей стороны, где состоялась та самая 45-я генеральная ассамблея ЕОК. Сейчас, пожалуй, номер один в стране. Накануне многие предполагали, что именно наша страна может принять эти довольно масштабные соревнования. И вот руководители европейских олимпийских комитетов в пятницу предлагают Александру Лукашенко игры принять. И президент идею поддерживает. Этот форум обещает стать беспрецедентным для нашей страны. Уже сейчас, можно говорить, Беларусь ждет самый масштабный национальный спортивный проект в истории. В ближайшие два с половиной года придется заниматься организацией игр, что, по словам наших спортивных функционеров и делегатов ассамблеи, не станет большой проблемой для Беларуси. У вас есть большой опыт. Вот так объясняют делегаты генеральной ассамблеи причину, по которой вторые европейские игры предложили принять в Беларуси. Этот проект относительно новый для нашего континента, поэтому традиции еще не успели сложиться. Многое будет отдано на откуп организаторам. Например, количество видов спорта и даже их выбор. Александр Лукашенко анонсирует дополнительную встречу по программе соревнований, хотя свое видение высказывает исполняющему обязанности главы ИОК уже сейчас. Хотел бы вас попросить, чтобы мы не торопились в деталях. Ну, например, определить, какие виды спорта и сколько их будет в Беларуси во время Олимпиады. Мы с вами сядем и в спокойной обстановке посмотрим. Я сторонник того, чтобы сюда пригласить максимум спортсменов. Это их праздник. И чем больше будет спортсменов, тем больше у нас будет сторонников в европейской нашей организации. И чем больше видов спорта здесь мы организуем, тем больше развития получат эти виды спорта на родине. В основе проведения такого масштабного форума, как Европейские игры, должна лежать какая-то идея. Баку в прошлом году провел его с помпой, вложил много денег. Только по официальной информации более миллиарда долларов. Получилось эффектно. Белорусские игры будут душевными. Наши наработки обязательно найдут отклик у людей, уверен президент. В последнее время малые, средние, небольшие государства стали побаиваться просто проводить международные соревнования крупных масштабов. Ну почему? Потому что планка, особенно на открытии, закрытии, ну настолько высока и помпезна, что смотришь на это и думаешь, Ну хорошо, а если завтра ты будешь проводить, где нет столько нефти, где нет природного газа, где не добывается столько золота и так далее, металлов, как быть? И я сказал господину Кочаянчичу одну крамольную мысль. Надо проводить подобные мероприятия душевно. Надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали. Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревнования, чувствовали себя идеально и показывали или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все для организаторов, для нас, я надеюсь, вы все приедете к нам. Надо сделать все, чтобы фанаты, болельщики, которые приедут, ну чувствовали, что это праздник. Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех, не только в стране провидения, но в Европе, в мире в целом. И я пообещал нашему руководителю, что Беларусь именно это сделает. Все сделает для того, чтобы соревнования были добрыми, душевными. И чтобы вы никогда не пожалели, что приняли решение о проведении этой олимпиады европейской в Беларуси. Азербайджан в прошлом году принял у себя 20 видов спорта, это более 5000 участников, разыграли более 250 комплектов наград. К опыту Баку белорусы еще не раз обратятся, поэтому в дни проведения в Минске ассамблеи именно с азербайджанцами чаще всего общались в кулуарах. Те признавались, мы были первооткрывателями, поэтому у вас есть резерв для оптимизации расходов. Надо, чтобы оргкомитет, который будет создан, он приехал в Баку, мы вместе пообщаемся, покажем, что и как делается. Я думаю, что все будет нормально, то есть больших проблем здесь не должно быть. Если не строить новых спортивных объектов, если инфраструктура готова, то больших затрат, я думаю, не будет. Затраты бывают обычно на церемонию открытия, закрытия, там большие помпезные мероприятия, но это не обязательно. Это можно сделать с усилиями местных специалистов, местных, так скажем, организаторов. И тогда больших затрат не будет, а остальное это чисто спортивная организация. Самое главное, что Белоруссия готова в плане объектов. Минску проще, чем Баку, почти вся инфраструктура готова, и речь не только о спортивной, тех же отелей в достатке. Осталось достроить стадион «Динамо», главную арену игр, а затем, в зависимости от количества видов, распределять нагрузку. Есть варианты вынесения некоторых дисциплин за пределы кольцевой дороги, ведь много отличных сооружений международного уровня сосредоточены и в областных центрах. Есть возможность снова показать Беларусь Европе. Туристическая составляющая проекта будет идти рядом со спортивной. Визы, скорее всего, отменят, как это случалось при проведении чемпионатов в Минске. Конечно, после проведения игр в Баку возникло очень много новых предложений, идей, как оптимизировать расходы, как сделать эти игры более компактными, более мобильными, если хотите, как заинтересовать европейские спортивные федерации более активным участием. Сейчас обсуждаются много вариантов таких, и, видимо, одно из направлений, то, что части соревнований будет присвоен статус либо квалификации, либо получения лицензии на Олимпийские игры, а часть соревнований вообще пройдет под эгидой европейских федераций, как европейские чемпионаты. Цена вопроса игр интересует больше всего. Точную цифру сегодня назвать невозможно, но уже известно наверняка. Ассоциация европейских комитетов значительную часть расходов возьмет на себя. Олимпийская деревня расположится в столичной деревне Студенческой. Контуры Евроигр готов начертить помощник президента Максим Рыженков. Мы опять же договорились, что те виды спорта, которые войдут в программу этих игр, это будут зрелищные виды спорта, и они будут лицензионны к Олимпийским играм в Токио, что, естественно, сразу поднимет градус внимания к ним со стороны болельщиков, и все эти доходы от билетной программы, от рекламной кампании тоже будут направлены в первую очередь на покрытие расходов. Таким образом, конечно, можно говорить о том, что очень серьезная часть финансового обеспечения игр будет обеспечена, в общем-то, не за счет только внутренних источников нашего государства. Это очень важно. Эти игры, они не только, значит, не будут нести какой-то такой серьезный такой, что ли, вызов для нашей экономики, а прежде всего будут способствовать развитию соответствующих отраслей города, страны, туристической отрасли, гостиничного бизнеса, значит, рекламного бизнеса. Очень понравилась идея Международному Олимпийскому комитету, как это было на чемпионате мира по хоккео, создание вот этих фан-зон для болельщиков. Президент сказал, что такие фан-зоны будут и дальше готовиться, их будет больше к этим европейским играм. Поэтому с точки зрения вот имиджевых таких эффектов, как бы вхождения Беларуси в европейскую семью, еще более глубокому через вот спортивную дипломатию, и вот сравнительно небольшим затратом на проведение этого мероприятия с точки зрения финансово-внутреннего ресурса, можно говорить, что это достаточно серьезный вообще успех, что мы получили такое право, значит, их проведение в Республике Беларусь. Кстати, некоторые виды спорта уже присматривают столичные объекты на 2019 год и даже обещают, трибуны пустовать не будут. Бокс набирает популярность, если нам позволят, Минскую арену мы заполним зрителями, потому что бокс будет красивый. И там, я так понимаю, европейские игры для боксеров, соревнования довольно престижные? Да, это очень престижные соревнования, и мы выступали уже на первых играх и показали высокий класс. Тогда, помните, нас неплохо выступил, и Дмитрий Асанов на этих играх открылся. В главном эфире Николай Стула и Павел Капуцкий.